Очередной визит членов Совета общественных организаций состоялся в подразделении Оренбургской 2-й городской больницы. Женская консультация номер 2 в Южном. Здесь уже с первых минут понятно, что все продумано для удобства пациентов. Помещения отремонтированы, хороший интерьер, уютная атмосфера. Очередей нет, так как потоки пациентов отрегулированы. Записаться на прием можно через колл-центр, интернет, информат или непосредственно в регистратуре. Мы гордимся своей женской консультацией, теми условиями, которые мы создали для пациентов. Поэтому с большой радостью мы демонстрировали все, что у нас есть, насколько доступна запись. Посмотрели все. Посмотрели, что в течение недели можно попасть к любому специалисту. Я считаю, что это просто замечательно. Более того, для экстренной помощи тоже организован специальный прием. Женщина, которая обратилась сейчас с какими-то жалобами, она может быть принята в течение часа. Это у нас тоже организовано. Представители Совета общественных организаций отметили, что в этой женской консультации предусмотрено все до мелочей. Пандусы на входе, кнопки вызова, все диагностические кабинеты на первом этаже. Кулер с водой, контейнеры для утилизации расходных материалов при выходе из процедурного кабинета. В холле телевизор, где постоянно демонстрируется более 40 информационно-профилактических роликов. Приехав в консультацию и посмотрев, как организован процесс с самого начала работы учреждения, грамотно все расставлено. Мы почувствовали себя достойными пациентами, с большим уважением. Процесс приема организован. И за счет того, что правильно регулируется поток пациентов, пробыв полтора часа в женской консультации, мы не увидели ни очередей, мы не увидели никаких-то сбоев в приеме, длительно ожидающих пациентов, пациентов, которым некомфортно. И все, с кем мы разговаривали, отзывались очень с хорошим чувством об организации работы. Следующий адрес – роддом на улице 8 марта. Этому медучреждению уже больше 110 лет, и сегодня оно отвечает всем современным требованиям. Лекарства есть все? Все, что нужно, да, все будет. Чудесно, хорошо. Ну что ж, тогда вам просто легких родов, здоровых детей, красивых, умных, как их мамы. Спасибо. В 2016 году роддом признан лучшим в Приволжском федеральном округе. Здесь уделяют особое внимание не только качеству медобслуживания, но и бытовым условиям. С недавнего времени практикуют партнерское пребывание и в послеродовом периоде. Для этого организовали так называемые семейные палаты. А как вы помогаете? Ну, конечно, так и должно быть. Так и должно быть, правда? Семья формируется, и вы себя ощущаете, и мама себя чувствует, потому что муж рядом. Роды – такой сложный процесс в плазне психоэмоциональном и физическом. И каждая женщина после родов нуждается в большей, либо в меньшей степени присутствии близкого человека, который бы мог ей эту помощь оказать. Кому она могла бы довериться? Она может в это время отдохнуть. Вот партнер, мы называем их партнерами, может заниматься с ребенком. Да и вообще вот этот микроклимат, эта вот среда, которая сформируется в палате, для последующей жизни имеет очень большое значение. В роддоме женщины находятся под постоянным присмотром медперсонала. Установлено видеонаблюдение. Доступна информация о работе данного медучреждения и контакты контролирующих организаций. Мы слышали биение сердца новорожденного, которое слушают, чтобы тут же вмешаться, если будут сбои. Мы поговорили с мамами и будущими мамами в палатах и услышали только добрые слова и о условиях, и о питании, и о лечении, и о отношении сотрудников. Это самое важное. Это то, что не требует финансовых затрат, но на 60% обеспечивает успешность и профилактики, и лечения, и диагностики. О деятельности Совета общественных организаций можно узнать на официальном сайте Министерства здравоохранения Оренбургской области, где любой пациент имеет право высказать свои пожелания, касающиеся работы того или иного медучреждения. В 2016 году представители Совета побывали в 56 больницах области. В этом году запланировано 77 визитов. Три из них уже состоялось. Следующим пунктом станет областная клиническая больница номер два.